Добрый день, уважаемый президиум, добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию наше сообщение, которое, наверное, продолжит обсуждение вопроса о возможности замены тяжелого режима TPF на какую-то альтернативу. И конкретно для пациентов с P16-позитивными опухолями ротоглотки. Рак ротоглотки достаточно распространенное заболевание. Около 100 тысяч новых случаев в год. При этом данная нозология занимает четвертое место среди всех опухолей головы шеи и 25 место в структуре общей заболеваемости. Важным фактом является большая местная распространенность при первичном обращении пациента к врачу-онкологу. Было доказано, что ВПЧ является положительным статусом, что положительный статус ВПЧ является фактором благоприятного прогноза. Показатели выживаемости у данных пациентов практически двухкратно выше по сравнению с пациентами с P16-негативным статусом опухоли. Как уже говорилось ранее, что тактика лечения для пациентов с ВПЧ-позитивным и ВПЧ-негативным раком не отличается. Для местно распространенных процессов, согласно отечественным и зарубежным клиническим рекомендациям, предлагается проведение хирургического лечения, самостоятельной химио-лучевой терапии и как вариант использования двухкомпонентного режима, использование индукционной химиотерапии с последующей химио-лучевой терапией. Также повторюсь, что единственным режимом на сегодняшний день является трехкомпонентная схема TPF, которая включает в себя доцитокселцисплатин и длительные 96-часовые инфузии 5-фторурацила. Наряду с выраженной эффективностью данного режима, мы знаем, что он обладает и выраженной токсичностью, частота развития гематологической токсичности у данных пациентов составляет порядка 80%. Кроме этого, мы видим выраженную гастроэнтестинальную токсичность, в связи с чем данный режим может быть предложен только больным в крайне сохранном соматическом статусе. Так есть ли возможность деэскалации лечения для пациентов с P16-позитивными карциномами ротоглотки? На сегодняшний день нам доступны несколько исследований, которые продемонстрировали такую возможность, но в рамках деэскалации химио-лучевой терапии как самостоятельно, так и после индукционной химиотерапии. Но об этом будет, я думаю, сказано далее. Что же касаемо индукционной химиотерапии, то таких исследований на сегодняшний день нет. И с 2021 года на базе Центра радиологии и тогда еще Первой онкологической больницы, а сейчас онкологического центра больницы имени Юдина, стартовало проспективно нерандомизированное многоцентровое исследование, которое было посвящено оценке эффективности и безопасности деэскалированной схемы индукционной химиотерапии. Целью данного исследования являлось улучшение результатов лечения пациентов с местно распространенным ВПЧ-позитивным плоскоклеточным раком ротоглотки за счет оптимизации режима индукционной химиотерапии при комбинированном лечении при снижении токсичности этапа индукции. В исследовании было включено 68 больных, 34 пациента в исследовательскую группу, которая получала деэскалированный режим по схеме ТП, то есть доцитокселцис плотин с исключением 96-часовых инфузи-5 фторурацила, и контрольная группа также 34 пациента, которые на первом этапе получали стандартный трехкомпонентный режим ТПФ. Далее была проведена оценка частоты объективного ответа. На втором этапе все пациенты получали стандартную химиолучевую терапию с суммарной очаговой дозой 70 грей на фоне еженедельных введений карбоплотина. Характеристика пациентов представлена на слайде. Как мы видим, исследовательская и контрольная группа больных является абсолютно сопоставимой по полу, медиану возраста, стажу курения, распространенности гистологическому и иммуногистохимическому по типу опухоли. Непосредственная эффективность. Частота объективного ответа в исследовательской группе, в группе ТПФ, составила 73%, в то время как в контрольной группе ТПФ составила 82,4%. Однако, несмотря на то, что оба режима продемонстрировали высокий показатель непосредственной эффективности, есть небольшая разница, но она не является статистически значимой. Кроме этого, нами был проведен анализ частоты объективного ответа после проведенных различных режимов индукции, отдельно первичного очага и измененных лимфатических узлов шеи. В нашем исследовании не было продемонстрировано статистически значимых различий в степени ответа отдельно первичного очага и отдельно лимфатических узлов в обеих группах пациентов. И также мы сравнили эти показатели между группами, где также не получили статистически значимых различий. То есть, как первичный опухоль, так и лимфатические узлы шеи одинаково хорошо отвечают на проведенную индукционную химиотерапию как по схеме ТПФ, так и по схеме ТПФ. Токсичность индукционной химиотерапии. Ожидаемо, что токсичность трехкомпонентного режима выше, чем двухкомпонентного. Но в нашей работе мы получили статистически значимую, более частую частоту развития именно мукозитов у пациентов контрольной группы, что является наиболее актуальным, поскольку на втором этапе все больные получают химио-лучевую терапию как раз на эту область, что, естественно, будет в дальнейшем затруднять проведение второго этапа лечения. В нашей работе была проведена оценка влияния различных режимов индукции на последующее проведение химио-лучевой терапии. Мы получили, что медиана срока начала второго этапа в группе доэскалации была статистически значимой меньше, чем в группе стандартной химио-лучевой терапии. Кроме этого, мукозиты тяжелых степеней именно уже на фоне химио-лучевой терапии также развивались более отсрочно в группе доэскалации по сравнению с группой трехкомпонентного режима. Однако медиана длительности перерыва и общая длительность второго этапа лечения между группами статистически значимо не различалась. Медиана наблюдения на сегодняшний день составляет в группе ТП 13 месяцев, в группе ТП в 12 месяцев. Показатель одногодичной общей выживаемости составляет 100%. Все пациенты на сегодняшний день живы. Одногодичная выживаемость без прогрессирования в группе двухкомпонентной индукции 94%, в группе ТП в 91%. И эти различия не являются статистически значимыми. На данном слайде представлены основные результаты нашей работы. Двухкомпонентный режим продемонстрировал высокие онкологические результаты, которые были абсолютно сопоставимы со стандартной схемой ТП, а именно частота объективного. Ответа одногодичная общая и безрецидивная выживаемость. С достоверным снижением частоты развития мукозитов на фоне индукционной химиотерапии, медианы срока начала химиолучевой терапии и снижением медианы развития мукозитов тяжелых степеней на фоне химиолучевой терапии. То есть снижением токсичности проведенного комбинированного лечения. И буквально неделю назад в Чикаго прошла очередная конференция Американского общества по опухолям головы и шеи, где мы представили результаты нашей работы в виде постерного доклада. Стоит отметить, большой интерес онкологического сообщества к этому вопросу. Было большое количество пленарных сессий, которые затрагивали вопросы как диагностики, так и деэскалации, оптимизации различных режимов индукционной химиотерапии, химиолучевой терапии. Ну и стоит сказать, что количество постерных докладов, посвященных этому вопросу, было просто огромным. И в заключение хочется сказать, что, безусловно, учитывая мировую тенденцию, интерес онкологического сообщества, полученные результаты, наши собственные, а также мировые, конечно, мы хотим проведение более масштабных, рандомизированных, многоцентровых исследований с большим периодом наблюдения, которые бы, безусловно, ответили бы нам на вопрос возможности деэскалации индукционной химиотерапии у ВПЧ-позитивных опухолей. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.